всем привет а панком хой с вами любитель потребитель и как всегда феерический бред дилетанты ребята сегодня буду любить и употреблять очередной портвейн вот такой продолжаем исследование российских масс-маркетовых крепленых вин ребята это коктебель 1879 портвейн красный ну не переключайтесь будем пробовать разбираться соответственно немножко расскажу про коктебель про историю возникновения этого известного винзавода крымского начнем как всегда сначала с этикетки этикетка вот такая не знаю она с одной стороны бросается а с другой стороны она мне напомнила чем-то дизайн известных дешманских вин от шато тамань там тоже 1956 что такое написание так подошел сначала подумал что это этот производитель а потом смотрю нет портвейн небольшая ремарка я недавно начал пробовать эти портвейн и попробовал линейку массандровских белый красный розовый в общем-то и все сравнивать то больше не с чем соответственно будем сравнивать теперь как-то бель с массандр и других вариантов я кстати в продаже ты не видел особо ну про этикетку сказал значит опять же 0.75 честный объем ребята 17 половиной процентов спирт это на пол процента больше чем у массандра и по сахару сразу чтобы понимали у массандра вот в этой линейке красный розовый белый 60 грамм на литр а здесь 70 то есть тоже послаще немножечко ну по госту он конечно называется не портвейн называется крепленное ликерное вино крепкое красное и название уже портвейн так ну понятно место происхождения республика крым в общем что здесь еще интересное ну состав сразу на состав вино производится из сортов винограда молдова каберне совиньон и мерло с добавлением спирта ну понятно это вино крепленное ликерное как они называют вот единственная незадача в чем что здесь написано что температура подачи от 17 до 20 градусов если я не ошибаюсь нет от 18 до 20 у меня стояла в холодильнике то на час после холодильника постояла но по ощущениям здесь не 18-20 наверно градусов 14-15 ну ничего страшного я думаю ничего плохого со мной не случится значит смотрим видите как запечатная пробка никакого язычка открыть на вот тут я куда складку нашел в общем-то достаточно легко открыл все хотел поругаться нет все нормально сейчас будем открывать не знаю вот долго ли продлятся мои исследования потому что я вот в пятницу как-то в одну из пятниц доходим после работы в магазин и смотрел какие есть еще варианты портвейнер после массандра и не нашел знаете какой-то какие-то азербайджанские 1 2 варианта типа агдам не знаю стоит ли смысл пробу потому что он какой-то продавался за 200 за 300 рублей и больше ничего ребят а вот этот вариант я вообще купил в такой сети торговый винлаб то есть не в каком-то супермаркете поэтому это еще видимо поискать надо не знаю хотя мой коллега килимол говорит что везде сейчас полно этих полок с портвейном не знаю я вот зашел в океи в перекресток где там еще был ну еще какие-то вот такие обычные супермаркеты знаете нигде отдельных полок с портвейном не нашел вот в океи портвейн спрятан среди шампанского там в уголочке стоят какие-то сладкие варианты там и 3 массандра стояла и все и больше ничего а в перекрестке вообще среди красных вину то та же самая массандра стояла там где сладкий полусладкий никаких отдельных полок я не нашел не знаю дик килимол по каким магазинам шарится так ну смотрим ребята свет цвет блин темный темный такой темно-рубиновый красно-коричневый я бы даже сказал какой-то сравниваем с массандра до массандра гораздо прозрачнее что красное что тем более розовое белое это более темный цвет ну такой ну да я так нам и сказал что это какой-то портвейн аромат ну вот аромат знаете обычный портвейновский нравится что нет вот это сразу спирт в нос не бьют короче не буду врать прочитал что написано антикетки чернослив понятно как я понял этот чернослив в любом портвейне из тех что я пробовал массандровском вот и в этом 1876 коктебель тоже в аромате присутствует там было написано еще пряность и специи не знаю может быть я не чую не чую ребята значит я нашел вот этот бокальчик не знаю правильно неправильно портвейн посмотрел так чё в интернетах пишут что по форме он наиболее подходит для употребления портвейн да попробуем сладкий по сравнению с массандра вообще спиртовозности вообще никакой вот пьешь какое-то очень сладкое вино вот и крепленность знаете такая терпкость в послевкусии чего мне было у массандровского портвейна под языком терпкость такая хорошая винная вот это сладкость до чернослив ну реально какие-то специи точнее пряности пряности по первым впечатлениям отличный вариант как говорится пустой постоит подышит и погреется потому что все-таки тут норм даже не 15 градусов мне кажется поменьше даже 12 13 а написано 18 20 видите я не соблю ну что делать жара опять же да и теперь в июне уже который год в прошлом году 22 тоже в июне кайтадская жара была не знаю что у нас с климатом вообще что еще хотел сказать значит здесь у нас про гастрономические сочетания ребята очень интересно всегда я всегда читаю и для себя что-то новое открываю здесь написано что это идеальный аперитив и диджестив то есть грубо говоря по простому на какой-нибудь вечеринке званый незваный простой либо до ужина если после ужина можно употреблять но я так думаю что наш народ и во время ужин употребляет в общем демократичный вариант можно пить всегда и до и после в общем но а ужин то может быть у нас любой до сыры ветчина десерт и кофе так себе до ужин можно подать орехи зашибись отлично обязательно темный шоколад голубые сыры сухофрукты или свежие ягоды круто в общем получается в принципе закуска понятно интересно так ладно давайте по второму глотку попробуем второй глоток такой же прекрасный у меня произошел как и первый мне все нравится такой тягучий плотный вкус таким стерпким таким послевкусием вот этого чернослива действительно каких-то пряностей ну как они всегда еще пишут черные ягоды черный сухофрукт я честно говоря не совсем понимаю что это такое сухофрукты я понимаю ребят немножко про коктебель как обещал у меня на обзоре был коньяк как тебе лечит там рассказывал уже честно говоря не очень помню что сейчас обновил в памяти да то есть как ты бель это такое местечко да в крыму курортное классный климат у подножья потухшего вулкана кородак много там туристов там планерным спортом занимаются еще каким-то коктебель ребята это столица джаза там какие-то известные джазовые фестивали в общем место достаточно такое тусовочное известное курортное обязаны мы всему этому значит некому академику офтальмологу по фамилии юнге который в 19 веке но именно ведь 1879 год это основание производства того как ты беля прикупил там земли а это было просто равнина точнее степь у подножья вулкана кородак на берегу моря но слабо населённое то есть там какие-то деревушки поселения было этот академик скупил там эту всю чуть ли не долину подножья этого вулкана кородак и стал обосновался там и стал развиваться в том числе вот основал производство но производстве как я почитал уже больше участия даже его сын принимал нежели сам этот академик юнге известный ученый вот и своими инвестициями он туда пришел но денег ему не хватило понимаете как я почитал денег ему не хватило он там вкладывался вкладывался и понял что один не подтянет и стала нарезать на дачные участки на какие-то куски земли и предлагать продавать вот достаточно большой кусок земли как-то беля но это тоже понимаю там восемь на в девятнадцатом тире в двадцатом веке купил известный поэт максимилян волошин ничего не понимаю ни в поэзии ни в литературе но такого такое название такую фамилию слышал максимум волошин и вот этот известный так понимаю богемный представитель богема до российской купил там большой участок земли стал его тоже развивать там я пришел кит чуть не дворцы какие-то построили это усадьбы там парки разбили стал туда завлекать своих друзей всяких поэтов писателей музыкантов в общем там такая богемная тусовка у них происходило но это понятно было что все до революции и в общем-то как ты бель уже тогда получается стал каким таким популярным курортом ну и плюс вот это производство винзавод который сейчас там и коньяки производят классные и вино ну потом произошла революция сами понимаете все это национализировали государство забрало себе какие-то там совхозы не совхозы организовала чем два каких-то основных совхоза было ну после войны великой отечественной значит как-то стали там опять развиваться потому что в сорок первом когда война началась они закрылись и по итогу потом на базе вот этих двух совхозов создалось это винное предприятие как ты бель вот основателем был академик офтальмолог соответственно то есть офтальмолог акулис тут глаза лечит до юнги и вот так а сейчас это действительно модное место вот опять же повторю джазовый фестиваль плюс там спортом тем план планерным можно заниматься так понимаю на воде и не на воде там всякие дельта планеризм и и все отличное место плюс винишка хорошая крепленных и коньяки то есть есть чем заняться ребята в как ты беля ну соответственно не знаю да что в текущей ситуации наверно не буду никому сейчас рекомендовать туда ехать отдыхать пока все не наладится все не успокоится все как-то не определиться да где чье вот и а потом уже наверное в мирной жизни можно будет туда ездить вообще ребята да вот так вот деньги вкладывайте всякие в необжитые места красивые природные до развивайте и потом получите свою коктебель ну созидать всегда лучше чем воевать поэтому деньги лучше вкладывать в созидание а не войну пробуем 3 отличный портвейн я вам скажу так вот этот портвейн коктебель 1879 мне по факту понравился больше чем а массандровские портвейн розовый белый и красный понравился своей плотностью плотным таким вкусом насыщенным более более ненамного но существенно насыщенным вкусом вот этой терпкостью которая остается то есть для меня вот это интересно и в красном сухом вине вот люблю вот эту терпкость которая в послевкусии и здесь она такая хорошая держится приятно такое узнать вот это уже такой знаете приятный мужской напиток почему-то почему мне в голове часто всплывание то есть извините если это какой-то сексизм мне почему-то кажется что вот такие плотные портвейны девушки в меньшей степени любят хотя может быть я ошибаюсь вкусное красное ликерное крепленное вино сахар кстати в меру я вот не знаю себя не сделали 60 может быть он бы не был так хорошо сбалансирован наверное вот эта терпкость такая горчинка от этой терпкости выходил тогда больше на первый план наверное это неправильно да в портвейнах поэтому сахар такой не знаю по мне так интересный вариант и она из того что я сейчас видел в продаже то что везде продают это вот массандр и вот нашел этот как ты бель то есть четыре вида на портвейна течь крымских да вот этот как ты белевский мне нравится гораздо больше да процент опять не сказал вначале извините а значит цена у него что-то 600-700 рублей то есть он где-то на 100-150 рублей подороже все-таки массандр видимо вот эта разница вот этот в цене и делает вот эту отражает вот это преимущество массандр хотя ничего не хочу сказать плохого про массандр мне тоже все варианты понравились но при прочих равных значит наверное буду если захочу взять попить портвейн значит возьму вот этот анимассандровский но зависит опять же от цены если этот будет слишком дорогой а красный массандровский будет там какой-нибудь акции за 450 рублей может быть и красный все-таки массандр ски возьму хотя он конечно как скажем поводянистие но менее сладкий зато но тут мне понравилась эта насыщенная такая терпкость да отлично классное вино слушайте как много открывается по прошествии лет жизни никогда не думал что буду употреблять портвейн поскольку как еще раз повторюсь я по молодости напрочь отбил всякое удовольствие желание вообще интересоваться и употреблять такие вины креплю неудачным опытом конечно же из-за того что продавали всякую хрень этих ларьках тогда не было винных магазинов ну на этом все ребят счастья здоровья любви мирного неба над головой ну а панком конечно же хоть а а и Субтитры подогнал «Симон»